Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Итак, еще раз всем добрый день, это телерадиоканал Страна.ФМ Здесь Влад Кутузов, Валерия Майорова И науки, и технологии Вот так вот, да, Влад? Да-да-да, ну кто нас смотрит, вы увидели, что на наших столах замечательных праздничных новогодних лежат уже такие специальные штуки Это виртуальные очки, правильно? Да ладно штуки, у нас люди появились Ну-ка, люди это главное, конечно Итак, друзья, у нас сегодня будет интереснейший разговор Гостяк у нас Василий Рыженков, руководитель Центра мобильных технологий Фонда Сколкова, основатель компании в сфере виртуальной реальности Арена, Лапа, Арена Спейс Василий, добрый день Добрый И у нас в гостях Рафаэль Галиев Управляет IT-проектом в течение 10 лет Ну, подробности далее, я думаю Я же правильно все сказал? Нигде не ошибся Я прошу прощения, ребята Вы вроде вот как-то так юно выглядите А стаж, такие регалии Вы во сколько начали в компьютерах-то копошиться? Со школьного возраста То есть вы прям одаренные, одаренные генераля Скромные, ну, конечно, нет Мы скромные, но начали, конечно, рано Сейчас время такое, что нужно очень рано начинать карьеру Чтобы чего-то достичь Ну, хорошо Ну, самое главное, что мама и папа вас вовремя снабдили Вот этими всякими гаджетами, чтобы развивать вашу способность Или все-таки не снабдили, а вы сидели в каких-то кружках? Мне кажется, сейчас сражают еще раньше Ребенок уже в трехлетнем возрасте планшет читает В интернете серфит, поэтому... А это хорошо? Ну, не знаю Непонятно, через 20 лет посмотрим Слушайте, а вот, кстати, интересный вопрос Мы к вашим делам-то перейдем обязательно У нас целый час впереди еще А правда, вот во сколько лучше начинать молодым людям? И, слушайте, у меня интересный вопрос Во сколько поздно уже? Во сколько поздно уже? Во сколько уже не выложить? Когда не надо начинать ничего? Поздно начинать что? Ну, хоть что-нибудь вообще в жизни Ну, вот, например, я сториз в Инстаграме Осваивала уже с трудом, а я еще все-таки молодая То есть в каком возрасте мозг закостеневает И дальше вообще никак Сейчас не пались Ну, ничего, нормально, я не стыжусь Такой вопрос непростой, конечно Но интересно Мы, в смысле, подводили к тому У вас это вообще с раннего детства? Ну, Василий, ты об этом рассказывал Поскольку ты у нас был в гостях Буквально полгода назад В начале лета это было У меня, знаете, я вообще в целом Про технологии, вот если говорить про айтистные Я вот так думаю Мы же совсем из другого поколения То есть мы относимся к 80-му году Да, там, 80-е А сейчас, когда люди рождаются Они же уже прямо У них уже прям планшеты перед ними Экраны, телефоны Они просто в этом мире Они уже книжку разворачивают Вот так, да То есть они читают книжку Увеличительным жестом Я с заботом еще Мне тоже так хочется сделать, конечно Вот, поэтому они совершенно в другом мире растут Они по-другому работают с информацией С текстом Ну, вообще, как бы Совсем по-другому относятся к технологиям Поэтому сравнивать нас и Подрастающее поколение невозможно Ну, сейчас есть уже курсы Там, программистов И всякая робототехника Для детей, там, от 6 лет То есть это, как бы Уже можно начинать Дети все понимают Не знаю У меня, например, тоже в первом классе Уже была информатика Там, какие-то простейшие программы Что-то там На каком-то визуальном языке Писали И вполне себе Это было Ну, как бы Конечно, в этом возрасте Уже все Интерес зарождается То есть ребенок сейчас себе Может робота собрать Который будет ему делать уроки А нас за калькулятор ругали Говорили Считай в уме Не знаю, мне кажется Если у человека где-то не рядом Сейчас сайте Вот там мелкий ребенок Более-менее какой-нибудь Да, там подростковый То он уже все Мне кажется Мимо жизни прошел практически Буквально сегодня В сторис как раз видел У товарища Моего же возраста У него ребенок Пяти лет Он вот на планшетике Собирает программу У него робот лего ездит Вполне себе по этой программе Пять-шесть лет Вот прям уже Вполне Ну, я видел детей Которые в три года Уже сидят за планшетами И решают какие-то задачи Которые я не могу решить даже Ну, действительно Мы все это сможем Так сказать Оценить полезно Это или вредно Только через 20 лет Когда это поколение Это было Такое у нас Небольшое лирическое вступление Давайте все-таки Конкретно к делу перейдем Слушайте Ваше дело Ваша компания Она уже вышла На какой-то новый уровень Совершенно Да Давайте Что у вас нового там происходит Вообще Неведомого пока на общее Мы действительно становимся Сейчас полноценной сетью У нас продаются Франшизы наших парков Развлечений Виртуальной реальности Мы уже Открыты в Уфе В Москве В Питере В Сочи Даже в Симферополе Ух ты И потихонечку растем По всей стране И даже выходим за рубеж Василий Мы об этом еще подробно поговорим Потому что действительно интересно Давай расскажем тем Тем, кто нас не слышал В прошлый раз Когда мы с тобой общались Что такое вообще парк Виртуальной реальности Что он из себя представляет И так далее Очень простая история Я понимаю, что надо сходить И посмотреть Но пока нет такой возможности Я люблю это объяснять Через три простых Известных термина Первое Это про развлечение И про образование Второе Это про Конкретные Офлайн точки Когда вы приходите В какой-нибудь Торгово-развлекательный центр Или парк развлечений И там можете увидеть нас И третье Это про технологии Которые мы Вот в эти Офлайн точки В Индустрии Интертеймента И Эдютеймента Внедряем Но в первую очередь Это про Дополненную реальность Про виртуальную реальность Про всякие Иммерсивные технологии Соединяя Соединяя эти три Простых вещи Казалось бы Мы Человеку Даем возможность Испытать яркую эмоцию Какой-то опыт Который он никогда Не испытает в реальной жизни Слушайте, давайте Про яркие эмоции И про опыт Буквально через Три-четыре минуточки Поговорим Сейчас мы ненадолго Приверемся Друзья, и вновь К вам вернемся Будьте со страной фэм Говорим мы сегодня О виртуальной реальности И о многом другом Что с ней связано Так или иначе В гостях у нас Василий Рыженков И Рафаэль Галиев Ребята, еще раз Добрый день Спасибо, что пришли Продолжаем наш разговор Мы закончили на чем? Мы закончили на том Что вот мы вошли В этот парк И какие эмоции И какой продукт Мы тоже можем Там получить Вот прямо сейчас Предлагаю такую Виртуальную экскурсию По виртуальности Виртуальный тур По виртуальной реальности Реальность на самом деле Не только виртуальная Вот Василий до этого Сказал много довольно умных Слов и правильных И виртуальные И дополненные И иммерсивные Всякие технологии Там, кстати, не все слова Были понятны Но ладно Глоссарий можно отдельно Да, если говорить Про наши текущие парки То там представлено Довольно много продуктов Они в основном Про виртуальную реальность Это виртуальные Шлемы, очки Шлемы большие Маленькие Различных производителей Но в целом Это сводится к тому Что человек Надевая шлем Беря в руки Джойстики, контроллеры Он погружается в игру Или в фильм Который его окружает Со всех сторон Это мы можем Как раз даже посмотреть И, собственно Получает определенную эмоцию Поскольку Есть уникальная возможность Для каждого человека Представить эмоцию Которая интересна именно ему Да, то есть У нас масса контента Масса игр Масса фильмов И хочешь Попутешествуй по островам Хочешь Погрузись на дно океана И потрогай Китов Или же Постреляй в каких-нибудь Страшных зомби Это действительно страшно Потому что Ты ничего кроме этого не видишь Потому что ты в очках Я прошу прощения А вот когда киты Мимо тебя проплывают Это что, валик какой-то Подставляет человек? А там на самом деле Настолько эффект погружения Сильный Что даже нет необходимости Что-то подставлять У тебя в руках Контроллер Который ты поднимаешь И видишь свою руку Внутри игры И можешь этой рукой Уже там погладить Там Что-то его там Попинать При необходимости Или есть например Смешная игра Можно этих Виртуальных хомяков Молотком Знаете Такой аттракцион Есть Тоже На любой вкус То есть и для маленьких детей И для взрослых И прям для совсем взрослых Есть тоже игры Но это сейчас А в будущем году Мы однозначно Будем делать ставку На еще и образовательный контент Потому что Представьте себе Когда у вас приходит Школьный класс И вместе с учителем Они изучают Солнечную систему Они изучают географию Химию Физику Даже есть уже Научно подтвержденный факт Мы любим о нем говорить Что на 25% Увеличивается успеваемость По тем предметам Когда вот виртуальная реальность Задает такой яркий эффект Эмоцию Но мы же Думаем И познаем В том числе Мир глазами Очень часто Это происходит Очень сильно Поэтому это очень важно Ну и Мы это называем Эдютейментом Когда вы не только развлекаетесь Но вы еще и образовываетесь В процессе этого Вот это вот очень Такой нюанс Который нужно понять Ну а вот вы Лера говорите Как я этого кита чувствую Сейчас да Сейчас у нас Скажем так Взаимодействие С этим контентом С историей Оно происходит Скажем так Через контроллеры В целом в будущем Возможно будет Симулировать Целые огромные миры Когда вы И физически будете Ощущать Что вы например Идете по пустыне Или на вас будет Град Дождь В каком-нибудь Я не знаю Глистом Гористом утесе Более того Сильный А вот какие Нужно действительно Двигаться Потому что Просто за компьютером Ты когда играешь Ты не можешь Двигаться Просто сидишь Да Здесь есть возможность Ну прям быть в игре Итак друзья Я хотела просто напомнить Что вы можете тоже Задавать вопросы Нашим гостям 8-909-928-1-89-9 Это Ватсап Вайбер А также СМС-сообщение Группа Вконтакте Вк.ком Слэш Страна ФМ Да у нас там есть Специальный пост Напомню в гостях У нас сегодня Василий Рыжонков И Рафаэль Галиев Друзья мы продолжаем Говорить о виртуальной реальности Очень увлекательная Интересная тема Позже еще будем О ней разговаривать Обязательно Это программа Наука и технологии На телерадиоканале Страна ФМ Впереди у нас Небольшая Пауза Да-да-да Реклама Соответственно Скоро вернемся к вам Всем телерадиоканал Страна ФМ Всем еще раз Доброго дня Напомню Сегодня у нас В программе Наука и технологии Василий Рыжон В гостях Руководитель Центра мобильных технологий Фонда Сколков Основатель компании В сфере виртуальной реальности Арена Лапа Арена Спейс И Рафаэль Галиев Удивительный Гениальный айтишник Ничего, что это кратко Ну, зато по делу Правда же Скромный Удивительный Я же говорю правду Слушайте, я вот все хотел спросить А какие прорывы были В последнее время В этой области То есть мы сейчас Вот это видим Все, что нас окружает Совсем скоро Мы сможем это пощупать А будут такие Какие-то штуки Которые даже В виртуальной реальности Вкусовые Или запахи Будут передавать Возможно такое? Возможно все Но на самом деле Люди, которые занимаются Технологиями виртуальной реальности Запахи рассматривают В последнюю очередь Ну, потому что у нас есть Пять органов чувств И в первую очередь Это зрение Обоняние Осязание Тактильные какие-то вещи Да, вот Рецепторика Вкусовая Она на последнем месте идет Но в целом Есть направления Есть компании Которые занимаются Каждым из этих направлений Кто-то делает перчатки Для сенсорной обратной связи Кто-то делает шлемы Кто-то делает Костюмы Полного погружения Слушайте, я вот хотела Я готовилась к эфиру Я смотрела фильмы Про виртуальную реальность А существует ли опасность Что когда-нибудь человек Настолько увлечется Виртуальной реальностью Что не захочет возвращаться В нашу реальность И вот просто там останется И все Ну, кстати, интересно Я поясню, да Есть же вот всякие Как бы сказать Не хочу произносить Название вот этих игр О которых вы знаете прекрасно Люди подсаживаются Проигрывают Там чуть ли не дома Машины, квартиры И так далее и прочее Здесь не может ли так Вот настолько человек Вот прям Засасать Технологические достижения Страсть человека К социализации И к общению живому Она все-таки Она все-таки всегда Останется И это будет Такой постоянной Качели Сначала все уходят Там В виртуальность Номер один Потом всем надоедает Все возвращаются Ну, как с соцсетями Например, да Происходит Все вроде как Погрузили А сейчас понимаю Соцсети это плохо Даже там Зам директора Фейсбука Говорит, что Соцсеть, значит Пробождает мир И, в общем Ничего хорошего В итоге не получится И Ну, вся эта вот История Она балансируется Человечество Все время выживает За счет самобаланса Поэтому, конечно В какой-то момент Все уйдут в виртуальную реальность В дополненную И так далее Там есть сериал Черное зеркало Который очень интересно Про это рассказывает Например Особенно первый сезон Да, да, да И Ну, все обязательно вернутся Ведь всем нужно Жать друг другу руки Обниматься И Как бы технологии Не достигали Ну, кроме, конечно Прямых инъекций Электродов в мозг Которые могут заменить все Но я думаю Что тут нам еще стоит Поработать Мне кажется Очень важный нюанс Это все-таки Ограничения технологические Ну, просто вот Которые Согласно закону Мура Невозможны И не нужно строить иллюзии Что мы вот сейчас Все вместе Все 6 или 7 миллиардов Погрузится в виртуальную реальность Ну, не забывайте Что телефонов В целом Мобильных телефонов Сейчас вот 3-4 миллиарда Да А шлемов В мире Возможно Ну, около Десятков миллионов Сейчас Включаем Вот такие вот Мобильные Да Поэтому Ожидать Что все Выйдут на улицу В шлемах виртуальной реальности И будут Или в дополненной реальности В очках Ближайшие Даже 5 Даже 10 лет Не приходится Слушайте, ребята Мы сейчас заглянули в будущее Да Давайте еще чуть-чуть Продвинем сюда Интересный вопрос У меня Как мне кажется Конечно Смотрите Сейчас есть костюмы Да Есть там перчатки Условно говоря Есть шлемы А возможно ли такое Что в ближай Ну, или не в ближайшем Будущем Появится Ну, как это Вместе перчаток И просто у тебя Ничего нет Внешнего такого Вообще Ты вполне себе человек Вот раз И ты там Идешь на ухо нажал И раз Ты в другую вселенную Знаете Мы знаем Чудесные примеры Нашего соотечественника Михаила Лебедева Который работает сейчас В Штатах Он проводил такой опыт С обезьянками Он вживлял Электроды Прямо в кору Головного мозга Как негуманно Да Верхний кортекс И они как раз Управляли силой мысли Объектом в компьютере Реально добились Очень классных результатов Но Нужно понимать Что нужно вживлять В мозг Эти вещи И естественно Ну, такого делать Никто не будет Но Есть, например Шведская компания Которая Уже заменила Вот эти вот карточки Которые мы прислоняем На работу Через вживление чипа В Просто вот Подкожную Под кожу Наука И технологии На телерадиоканале Страна.фм Итак, продолжаем разговор Остановились на таком Изумительном Интересном процессе Как вживление Электродов В мозг В виртуальной реальности Насколько это Ну, я объясняю Доступными мне Хотя бы словами Насколько это Может прижиться В жизни у простых людей Что должно их Подтолкнуть на то Чтобы пойти В мозг Себе что-то вживить Слушай, на первом этапе Мне кажется Никто на это не поет В здравом уме Но Вот буквально недавно Даже на прошедшем Гик-пикнике Мы видели Как люди управляли Роботами Или дронами С помощью мыслей Это прикольно Интересно Весело У них такой шлем Как друшла Да, но ничего не вживлялось Конечно Импульсы мозга Какие могли И в общем Что-то происходит Управление А вот мы можем Вот по состоянию здоровья Все-таки коснуться Бывают какие-то противопоказания Потому что Я опять же Видела в фантастическом фильме Что если в виртуальной реальности Тебе причиняется вред То и в реальной жизни Там раз что-то у тебя Голова тебя убедила И ты вот Дырку какую-нибудь На себе обнаружишь И ребят Прям момент Можно поближе к микрофончику Чуть прям Да Вот отлично Супер, спасибо Можно я начну А Раф продолжит Первое самое важное Конечно Для Особенно детей Это не потерять грани Между реальной реальностью И виртуальной реальностью Потому что Ну вот люди Настолько вот уже привыкли Да, как бы Вот к виртуальному пространству Что потом они могут выйти И не знаю Там стрелять в зомби Или еще что-то Ну Это естественно происходит Когда Не устоявшаяся психика Мы Ни в коем случае Таких Детей Людей по возрасту Не допускаем У нас в парке Можно прийти только с 6 лет А по ряду контента Мы ограничиваем До 12 Даже 14 Понятно А вот Противопоказания по здоровью Вообще обычные Ну если говорить Прямо про здоровье То первое Это Условно Конечно Не рекомендуется Долгое время Там не знаю Час Два Там три Находиться в виртуальном шлеме Потому что действительно Просмотр изображения близкого Немножко влияет на зрение Особенно если есть предрасположенность к этому Плюс Подобные болезни Как там Эпилепсия Тоже не рекомендуется При этом Каких-то прям случаев Что действительно у людей Были припадки Или что-то такое Конечно нету Но на всякий случай Производители шлемов Просто не изучено глубоко Да Ну какие-то исследования проводились Но все всегда дуют на воду Да Поэтому на всякий случай Мы И у себя В парках Спрашиваем Есть ли подобные болезни Если есть То конечно же Мы не допускаем Ну мне кажется Как человек должен Сам себя контролировать В первую очередь Да Ну если у тебя Прыгает давление Там грубо говоря Или там Не в порядке сердца Ну подумай прежде чем Так я еще подумала Что все равно ведь разница в контенте Да Одно дело зомби стрелять А другое дело когда ты пришел И тебе вот просто дают информацию География или история Да И ты наслаждаешься видами Альпийских гор Ну что может Там произойти Ну вот далеко ходить не надо У нас По-моему Самый пожилой наш клиент Был 78 лет И как он Дедушка пришел Он что делал там Мне интересно А он смотрел фильм В формате 360 градусов Какой фильм Он надел очки По-моему Про путешествия смотрел Ему очень понравилось Ты что-то хихикаешь Он пришел там с внуками Внуки играли Он смотрел кино И в общем Все были счастливы и довольны И он встал бодрый И пошел Ну кстати семейная тема Очень хорошая на самом деле Потому что тоже найдет для себя В этом смысле Можно действительно Под каждый возраст Найти себе А отзыв-то какой был у него Он сказал что это Ну это чудо же для него Потому что А вот какой-то оказался Такой подготовленный дедушка Продвинутый Его в целом впечатлило Но не то чтобы он прям вот Вау Да Да Слушайте ребят Есть вопрос Я все-таки его прочитаю Из-за этой вашей виртуальной реальности Не будет ли спада демографии Спрашивает нас Все-таки Не будет конечно Конечно не будет Я думаю что Навекает на то что человек Не может ли он уйти вообще Ну проще говорить Тут даже не в демографии А в том что человек уйдет Из реальной жизни Я отвечу можно Да попробую А вот мужчины у которых С женщинами проблемы Они конечно могут туда уйти Но у них и так С женщинами проблемы А те у кого с женщинами проблем нет То у них и все хорошо Тут на самом деле Можно даже немножко перевернуть Ситуацию Уже есть программы Виртуальной реальности Которые позволяют Побеждать различные фобии Аэрофобию Это прям реальные Лечебные курсы Серьезно? Это работает на самом деле? Да это работает Например в США Европе Это прям прописывают врачи Слушайте как это круто Курсы виртуальной реальности И таким образом Можно в том числе победить Вот сейчас есть российский проект Который тренирует людей Для выхода на публику На сцене люди выступают На виртуальной И тем самым себя тренируют В принципе с женщинами Может то же самое То есть у людей Которые есть проблемы с общением Они тренируются И уже выходят И общаются с настоящими женщинами Это наоборот Способствует демографии Я считаю Вот так вот Вот такой вот полный ответ На вопрос Слушайте у нас есть Буквально 30 секунд До конца вот этого выхода Но я все таки спрошу А ответим наверное потом Можно избавиться От вредных привычек Да от каких-то Я так понимаю Победить какую-то фобию Ну да Как сейчас сказать А можно ли допустим Овладеть какой-то профессией Виртуальной реальности Ну реально пройти курс обучения Вот ты Был не кем А стал всем практически Да Есть даже ряд компаний Опять же российских Которые занимаются Например тренажерами В области виртуальной реальности И которые учат людей Каким-то определенным навыкам Ну причем тренажеры Такие серьезные там Тренажер работы Атомной электростанции Друзья Наука и технологии Продолжается на стороне ФМ Скоро к вам вернемся Будьте здесь пожалуйста Наука и технологии На телерадиоканале Страна ФМ Друзья Добрый день Еще раз всем Наука и технологии Продолжается на стороне ФМ Василий Рыжонков У нас в гостях Основатель компании В сфере виртуальной реальности Арена Лапа И Арена Спейс И Рафаэль Галиев Управляет IT проектами В течение 10 лет И директор Директор по продуктам Этой же компании Правильно все? Вот теперь правильно Так много всего интересного Классного вы рассказали Всем же уже захотелось Прийти в ваши парки Давайте рассказывать То есть у вас сейчас Вот сеть появляется Не один, не два А сколько? Да, в Москве у нас уже Четыре парка И в ближайшее время Откроется большой парк Первый такой в России Где можно будет Прям прийти с друзьями Не одному А там диссидером Погрузиться внутрь Виртуальной реальности Пройти квест Пострелять в виртуальном Лазертеге И все это делать Весело С друзьями Не буду анонсировать где Но в одном из крупнейших ТРЦ Москвы Следите за нами То есть все это Ну как бы в городе В доступности Никуда на выселке Ехать не придется А я еще знаете Хотела проговорить Это же мы вне эфира говорили Что существует Такое групповое погружение То есть действительно Реально можно прийти Десятером Надеть очки И вы будете видеть Друг друга И решать какие-то задачи Более того Ходить Стрелять Решать какие-то задачи Квесты И подобное Все это Прям на реальной площади Можно там другу Руку пожать В виртуальной реальности Проживать историей на самом деле Это очень важно Потому что мы Даем возможность людям Почувствовать себя Ну в какой-то момент Супергероями Кем-то Кем они не могут быть В реальной жизни Это очень важно Потому что надо Отлечься Надо дать себе подарок Посоциализироваться С друзьями Это очень важно Кстати у нас же скоро Новый год То есть компания Может собраться Прийти И отметить Новый год В виртуальной реальности Абсолютно верно Это новые слова Слушай Ну раз мы про это начали Думала мы что это В последнем выходе Скажем про этот сюрприз Ну давайте все-таки Про сюрприз-то заявим Громко Да ну ребят сейчас скажут У них есть сюрприз Для всех кто смотрит И слушает прямо сейчас Телерадиоканал Страна ФМ Конечно Да да Друзья Мы вас всех приглашаем Во-первых в наши парки Все кто придет к нам В течение декабря Января Мы дарим Подарок 50% скидку На любой билет Но Нужно Произнести Чудесный промокод Страна ФМ Вот так вот ребятушки А еще тут Два месяца целых Два месяца И декабрь январь Ребята Ну это вообще подарок Понимаешь что на нас Это тоже все действует На нас это тоже все действует Все пошли Подожди Тут у нас еще вопрос был По поводу ценовой политики Примерно людям На какие цены ориентироваться Сколько стоит посещение У нас есть на самом деле Два типа посещения Вы можете отметить День рождения Или какой-то праздник провести У нас в парке Или там на выезде Да Это в пределах 20 тысяч будет стоить Для прям вот Компании в 10-20 человек И детей А если для человека То там конкретно Для нашего клиента Гости То это может быть От 300 до 1000 рублей В зависимости от того Какой длительности Он берет VR приключения Так Давайте еще Про парки Пиарьтесь по максимуму Что еще Можете предложить Вот Василий говорил Только про Москву Но на самом деле У нас есть парк И в Петербурге И в Уфе Открылся И в общем К новому году Откроется еще И в Симферополе Там тоже кстати Будут действовать Эти акции Естественно Приходите Играйте Всей семьей Праздники Носу Надо уже В конце концов Так Эти акции Это вы имеете ввиду Промокод страны Конечно Ребят Слушайте Ну вы же Супер амбициозные люди Что правильно Совершенно Особенно в вашей сфере деятельности У вас нет таких мыслей Что вообще Как бы Ну да Потихоньку В хорошем смысле этих слов Захватить мир Ну то есть Вот как бы Европа У нас даже есть Такие вот планы Открыться в Барселоне В Дубае В Лас-Вегасе И вы действуете Слушайте А это реально вообще Ну конечно Да Безусловно Слушайте Ну если вы вот это все сделаете Мы будем вами очень гордиться Ну а с нашими темпами Скоростью и амбициями Это вообще Более чем реально Слушайте Круто Мы будем делать выездную студию Стороны ФМ Приезжайте вам в Дубай В Барсел С большим удовольствием Мы только за И будем делать совместные программы Слушайте Тут хорошее сообщение пришло Без подписи К сожалению Отличное лекарство для похудения Скушал тортик виртуальной реальности Обманул мозг И со спокойной душой пошел спать Так я вот все про то Что от обжорства не лечит виртуальную реальность Вы не поверите Есть даже у нас Своеобразная тренинг программа Правда не мы ее изобрели А есть товарищ в Нью-Йорке Который похудел на 10 килограмм О класс Регулярно потребляя одни и те же игры Они очень активные Потому что там надо двигаться Влево, вправо, вверх, вниз Это всякие стрелялки Это всякие такие аркады веселые Регулярно Приходите к нам в парке Наверное мы можем даже для таких людей Вести специальные фитнес программы Виртуальной реальности Слушайте, это так здорово Ну мне говорят, как кроссфит получается В большом счету, да? То есть разные упражнения И самое главное, это интересно Что ты не просто в зале Да, но кроссфит он скучный просто А здесь все весело же Да, это очень здорово Это вы молодцы, что вы вот это все Ну, придумали и ввели в эксплуатацию Вот так вот Я, знаете, вспомнила Что если на сцене висит ружье То обязательно оно в конце пьесы Должно выстрелить У нас, так сказать, всю интервью На столе лежали интересные очки Одни даже розовые Специальные девчачьи Вот давайте Ты даже успела их примерить, Валерия Я примерила, и мне они подошли вообще просто идеально Там фильм Там фильм Давайте рассказывайте подробно Давайте в реальном времени Что у нас делает Валерия сейчас Она смотрит Валерия, что смотри Расскажите нам Валерия находится, как ни странно, на вокзале Неожиданно сейчас было Я всегда не стала оказаться на вокзале А что это важно? Ну на вокзале, на вокзале не просто Не на Казанском, естественно А на вокзале Кейптауна Там пальмочки вокруг Видно море, небо Люди ходят И Валерия встречает Рассвет на вокзале Вот такая вот странная довольно ситуация Но в Кейптауне Мне кажется Радиство стоит Мне кажется, если я поеду в Кейптауне Я обязательно буду встречать Рассвет на вокзале Тебе не надо ехать У тебя все есть уже Обязательно должны Нам об этом рассказать Если такое все-таки случится в реальности И сказать У меня сменилась картинка Сменилась? Да, у меня теперь, знаете По-моему, какой-то Все-таки казанский Драйвинг Абудаби Я водитель, ребята Я водитель Я веду по пескам А вы знаете, какой я плохой водитель? Вы же не знаете, какой я плохой водитель Вау Валерия, пока До свидания На самом деле Очень крутая штука Сейчас появляется Новый тип кино Называется Журналистика Видео 360 Снимали даже такие фильмы Как В Ираке Когда идут боевые действия То есть это такой Новый тип погружения Внутрь Реальности Реальной реальности Это обычные съемки Это не видео 360 Которое вы там создаете В трехмерной В ТД контенте И это очень Пользуется большим спросом Потому что вы можете Прям прожить эту ситуацию Изнутри Как это вот Побывать Не знаю На рассвете В вокзале Кейптауна Слушай, Василий Ну рассвет это хорошо Но мне кажется Нужно хоть такой Маленький плохой слон Тем не менее Какую-то цензуру иметь Да, потому что Можно же вообще в жесть уйти В какую-нибудь войну Такую вот совершенно адскую Да, неприятную Есть такая цензура вообще? Нет Сейчас это только развивается Рынок становится Он проходит фазу Скажем так Рождения Устаканивается Да, но естественно На популярных ресурсах Там в частности На том же Ютубе Вполне уже можно смотреть Ролики Видео 360 С очками Любой человек Это может делать Со своего телефона И там конечно Есть цензура И там вполне приличные Достаточно качественные ролики Можно смотреть И совершенно бесплатно Надо только приобрести Рафаэль, а вернусь Если к очкам Вот розовые и черные Ничем отличаются В чем разница? Ну розовый Это такой Лайт Легкий вариант Ты вставил Телефон Вот сюда, да? Да-да-да Вот прям откидывается Вот так вот Бам Вставил телефон Прислонился И смотришь И погнали Да-да-да? Тебе Эта Два Тебе Да Да То есть он тоже Для телефона Но он И дороже Стоит И получше Оптика Ой, а я прям быстренько только Хотела заметить, что это ведь отечественные Производители, да, то есть это нигде не закупается Это здесь у нас все это производится Производится это, конечно, не у нас В мировой кузнице производится всего чего угодно Но придумывается технологически И все дизайн в России Такие мы у нас Вот, 40 секунд остается, ребят, давайте еще раз в интернете Где вас найти, куда приходить, кто хочет А таких людей наверняка много Друзья, приходите к нам в парке Arena Space Мы сеть парков развлечений и виртуальной реальности Не забывайте про промокод страна.фм И получайте скидку 50% В декабре и в январе, между прочим, целые два месяца Arena Space.ru У нас в гостях сегодня были Василий Рыжонков, основатель компании в сфере виртуальной реальности Arena Lab и Arena Space Ирвай Эль Галиев, директор по продукту Я наконец-таки это сказал Огромное спасибо вам, это было так здорово Это было так наглядно, интересно, ярко И ждите, мы обязательно к вам придем по промокоду И вы приходите к нам Обязательно, спасибо, пока Всего хорошего